нервные клетки какие-то страшно живучие мозг лепится в зависимости от того чем человек занимается обоняние одно из самых древних чувств сутки прожили 10 тысяч клеток нет как вы не будете там таскать там свое чадо по музыкальным и танцевальным кружкам может ничего не получиться мы не приближаемся к ответу на этот вопрос удаляемся почему запахи так тесно связаны с воспоминаниями обоняние одно из самых древних чувств одно из самых древних потому что оно опирается на химию среды на молекулы как мы обоняем попадают нос какие-то молекулы ну все значит они для нас как-то пахнут не попадают ничего не знаю и это первое что нужно чему чем нужно было обзавестись самим даже это примитивным животным химический состав внешней среды что-то им подходило в качестве еды а что-то полно было отравой и вот нужно было разбираться поэтому оно наиболее им можно так сказать наиболее пропитан мозг мозг очень хорошо дифференцирует запахи в принципе мозг мы сейчас не говорим мозг человека или кого очень дифференцирует эти запахи как-то держит их голове не просто как вот запах шанель номер пять или восемь а она привязывает к этим запахом какие-то еще судьбоносные события в этой жизни например лососевые рыбы которые выходят и где-то вылупляются из своих икринок каком-то мелком ручейке на материке скатываются потом в океан уходят за тысячи километров на несколько лет пока они нагуливают вес становятся уже такими которые сами теперь продуцируют икру но они идут через пороги через всякие препятствия в эти реки заходят в точно в тот же ручеек и там дают эту икру из которой вылупится новое поколение они это делают по запах а вот зрение но другим отличается очень информативно наших глазах сетчатка это 120 26 миллионов чувствительных единичных много таких таких ситуаций когда мы чувствуем что один взгляд на на это событие на этого человека на какую-то деталь сразу разворачивает целую картину как обоняние но по другим по другой причине как работает память много тайн в этой памяти остается и и мы не знаем даже где собственно происходит закрепление вот этой памяти этих событий которые теперь держатся почему-то в голове вот вам нервные клетки в голове и где в какой нервной клетке ну какие-то люди говорят что это такие совокупность связи между нервными клетками там десятки миллионов клеток на одно событие в разных комбинациях хватит всех комбинаций мозгу на все события жизни если мы что-то не помним это не означает что оно не положено на эту полочку она там лежит не можем найти и значит нужно как-то организовать эти памятные следы так чтобы был легкий к ним доступ какое-то событие вдруг мелькнуло нашей жизни какие-то нервные клетки отреагировали в разных местах головы потому что это событие имело цвет запах она имела какой-то смысл она откликнулась у нас нашим каких-то других чувствах это значит зазвенели клетки в разных частях головы но поскольку они зазвенели одновременно то значит они создали какую-то систему если бы иметь теперь какое-то чудо способ вставить в эти клеточки электроды по которым пустить электрические импульсы и возбудить эти нервные клетки но именно в правильной последовательности то у вас в голове возникнет то же самое ощущение ничего перед глазами нет а ощущение есть прямо как фильме матрица вот вам эта сеть они запомнили как они там согласуются друг дружкой и следовательно их можно активировать вот в той последовательности которая была но только не внешними проволочками а изнутри какая-то ниточка который дернет и она все зазвенит вместе например запах то есть в этой комбинации был какой-то запах вы где-то это ощутили тонкий поток этого запаха и сразу вся эта сеть включилась и тот же перед вами значит какая-то какой-то летний вечер там все в лесу там что-то такое вся картина всплыла потому что все эти клетки вспыхнули если вы какое-то явление вспоминаете всплывает в эту оперативную память весь этот модуль и он труд с трудом всплывает потому что он же связан по всякими нитями с другими блоками это рвутся эти вот все нитки кругом как то вот такая как вот медуза со всеми этими нитками всплывает оперативную память здесь значит вы это вспомнили почему-то вам нужно было бы поработали с этим потом она опять погружается туда в то место где она там находилась все это заживает и память остается но не все так просто дело в том что пока вы туда подняли копии то не осталось а то что в оперативной памяти оно подвержено изменениям и следовательно теперь погружается туда уже не то что было исходно сколько раз вы вспоминаете столько раз вы помнить портите ту самую память зачем так сделано это же как-то портит нашу жизнь то есть портит в буквальном смысле вы уже не можете вспомнить что было на самом деле видимо и можно придумать почему эволюционно это очень выгодно было организм потому что он же растет значит он эта память которая старая она будет неправильно воспроизводить какие-то элементы жизни потому что жизнь меняется среда меняется нужно как-то модифицировать вот она модифицируется и с точки зрения фотографической то есть вы хотели бы вернуться в свою давнюю историю вспомнить то что было ничего уже вспомнить мне вы не можете если бы вы хотя бы один раз это уже не вспоминали как мозг реагирует на влюбленность или стресс любые глубокие чувства действуют позитивно на мозг потому что они воспитывают новый опыт новый опыт переживания обогащая человека в любом случае но в случае если это позитивные чувства значит человека разворачивается новая жизнь просто на еще один аспект жизнь это новый опыт которым человек живет даже если потом все сходит на нет но этим этими чувствами человек он их приобрел и теперь он может жить это больше ресурсов в любом случае для человека важно чтобы это это не было деструктивный не носила деструктивный характер то есть от этих чувств человек уже становится неадекватным не разрушаются какие-то какие-то физиологические духовные устои у него то конечно до такого уровня это уже будет непозитивно поэтому вопрос дозы дозы влюбленности практически все эти словам которые когда мы говорили о сильных чувствах можем отнести к стрессу потому что это фактически один и тот же процесс вот некоторые необычное состояние но всегда вызывает некоторую повышение энергетики организма это касается да ну это можно выявить по гормонов как гормоны стресса кортизол адреналин все это повышается но они не просто повышается просто так они заставляют биться чаще сердце мы говорим бьется сердце чаще от любви но это это же заставляет повышает давление увеличивает силу мыши 100 много чего ради того чтобы повысить устойчивости и так сказать возможности организма свершить великие дела но тоже та же самая ситуация это ненадолго должно быть и вот если это ненадолго это только тренировка для такого рода состояний и она иногда должна быть тогда человек тогда организм понимает какого уровня ресурсы он будет делал должен держать в запасе если вы таких тренировок нет он снижает эти ресурсы все эти запасы на складах которые хранятся постепенно истончаются и в результате любая какая-то не небольшая неожиданность она вводит в ступор этого человека чем уникален мозг человека мозг человек это полтора килограмма мозг виноградной улитки не знаю сколько там может быть меньше грамма и в этом маленьком мозгу все таки не так уж и мало нервных клеток 20 тысяч а вот мозг человека конечно может не 20 тысяч клеток десятки миллиардов если быть точным 86 миллиардов нервных клеток вот вам как бы начало и конец но улитка тоже соображает исследователи говорят что то это скопление клеток такое маленькие скопления клеток давайте будем называть ганглиями суть не меняется пусть это называется ганглии но это и есть маленький мозг там еще и черви есть у них есть ганглии так каждое животное которое повыше в авиационном ряду она обладает все большим и больше более более крупным мозгом большим количеством нервных клеток но важно что есть такой крупный этап когда мозг обзаводится таким поверхностным слоем он толщиной если говорить о человеке всего 3-4 миллиметра кора кора головного мозга по коре человек опережает все вот эти 3-4 миллиметра содержит около 20 миллиардов нервных клеток то есть это вообще-то говоря больше 90 процентов нервных клеток которые есть мозгу у человека за исключением мозжечка мозжечок это структура которая управляет движениями а это очень сложные расчеты у нас очень много мышц все подвижные много суставов вот вместе с мозжечком там будет 86 миллиард а все хозяйство под этой корой мы называем это подкорковыми ядрами скоплениями нервных клеток вот там остается значительно меньшая часть меньше десяти процентов того что есть на коре и вот с этой 10 этими десятью процентами долгое время жили животные потому что у которых не было никакой коры но у человека появилось новое свойство совершенно отличающиеся от свойств животных и давшие ему колоссальные преимущества не надо запоминать просто вот где их было хорошо где холодно где враги где пища и так далее как делают животные нужно подсмотреть закономерность какого-то явления ну например я беру какой-то предмет руку отпускаю его падает вниз но не важно может быть этот падает а другой вверх летит отпускаем и другой падает и третье в этой комнате и другой помню значит существует какая-то закономерность вот это вот познавательная направленность мозга она становится становилась все более выраженной недостаточно уже было законов притяжения там но масса всяких закономерностей которые мы знаем ему теперь интересно а что на небе что это за такие маленькие точечки мы раньше они считали что это шляпки серебряных гвоздиков которым прибит бархат к небесным небосводу а теперь вот они начали думать что нет они все-таки перемещаются на какие-то номерности это в общем то не очень нужно было в тот момент когда они жили в пещерах но потом понадобилось когда нужно было вести корабли через океаны по звездам можно было ориентироваться и в конце концов вот в этот познавательный мир попала он сам то есть человек обратил внимание что а кто же все это познает это и есть первичный акт сознания как бы человеческое существо взглянула на себя со стороны и выделила себя из природы наши способности зависят от генов мы так принципе формально отличаемся на очень мало генетически но там 0 1 процент ну и потом мы же видим что одного глаза карии другого голубые кожа там немножко разные и прочее но заложены ли эти отличия вот для психических качеств вот когда начинают исследовать какие эти какие качества привязаны генам то очень немногие например темперамент темперамент мы рождаемся разными по темпераменту маленький ребенок уже только что родившийся он обладает своим темпераментом который передали ему папа с мамой под своими генами с чем это связано может быть там композиция медиаторов чуть-чуть разное у кого-то побольше адреналина у какого кого-то поменьше это я так фантазирую это трудно сказать потому что человек это супер композитное существо много всего на влияет на эти процессы но мы хотели бы знать о способность к математике способность к музыке и так далее потому что мы же видим гениев но вот получается что не выделяется такой специальный ген ген отдельные очень редко выделяется почти никогда для сложных свойств это всегда там сотни генов вот сотни генов сцеплены с каким-то свойством вот есть сотни генов которые сцеплены с особым свойством общие способности это способность человека и особенно если говорить о ребенке схватывать те самые закономерности природы вот кто-то сразу ее подхватывает а кому-то нужно некоторое время кто-то может даже не подхватить ну какие то вы просто вы разыгрываете какую-то там игру и в этой игре тоже есть какая-то последовательность надо ее то ли запомнить то ли ухватить и вот кто-то начинает работать памятью и значит он закономерности не знает но он помнит какие ситуации были а кто-то ухватил закономерность и тогда значит ему не нужно ничего помнить он просто по закономерности это тут же соображает что к чему вот мы различаемся дальше уже на это накладывается но некоторая среда если человек услышал в раннем возрасте звуки музыки и что-то откликнулся и при этом у него еще и темперамент и это что-то откликнулось то вот это вот общие умственные способности они начинают направляться в эту область они быстрее быстрее там разрабатывают все другие отстают наш ум определяется наследственностью если сознание это взгляд со стороны как луч прожектора то есть много чего вне сознания оказывается мы говорим это неосознаваемые процессы так было бы правильнее чем говорить подсознание то есть какое-то подсознание какие-то подвалы ничего такого нет мозгу а видимо это относится к функции вот как раз схватывания этих закономерностей природы то есть чем глубже человек понимает закономерность и природы тема думе и а закономерности природы в эту природы же входят и отношения между людьми мы говорим все что вот да мы рождаемся неравными получается одни будут подметать улицы а другие вот высокими учеными будет вот нет и совсем так вот это различие она как-то природа сделала так что она преодолима то есть условно говоря человечек который родился с пониженными общими способностями вот я подчеркиваю не умственными способностями потому что это другое дело это уже патология будет по какой-то причине отставание в умственном развитии совершенно другая проблема а мы говорим об здоровом человечки но которого понижены меньше способности к общих способностей чем у кого-то другой так вот если этот человечек будет трудиться то он обгонит того у кого повышенные способности но который не трудился вот этот разрыв можно преодолеть но в случае если оба будут трудиться конечно тот будет все время впереди как вы не будете там таскать там свое чадо в по музыкальным и танцевальным кружкам может ничего не получиться как найти свое призвание надо подсматривать где где овладение какой-то наукой или каким-то учением приносит удовольствие это такой внутренний внутренний индикатор тому что это удается потому что так устроен организм если она она схватывается дальше 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 оно приносит удовольствие если не классе где допустим 20-30 учеников для учителя это очень сложно поэтому эту проблему школьного образования и вообще мы заговорили об образовании все-таки образование наверное играет главную роль здесь потому что как вы там каким какой бы гениальный бы не было бы там какой-нибудь ньютон если бы не учился то он бы ничего бы не смог сделать все сказки о том что какой-то неграмотный там пастух написал какие-то основы дифференциального исчисления это все сказки потому что для этого нужна какая-то база чтобы об этом хотя бы размышлять откуда рождается из какого сора рождаются вот наши таланты мы уже объяснить не можем но всегда конечно должно быть вот все-таки некоторые упорство некоторая воли волевые занятия чтобы чтобы получить все более более высокий уровень мастерства в той области которой мы занимаемся есть выбор какая-то вот это более интересное и это менее интересно и там и там высокие достижения такое бывает и но выбери ту где больше интерес более интересно там больше потенциал друзья развитию нашего канала очень поможет ваша подписка а если нажмете колокольчик сможете первыми узнавать о наших новых фильмах следующую пятницу покажем работу каскадеров в кино из чего сделано киношное стекло почему многие каскадеры больше всего любят трюки с огнем как люди вообще приходят в эту профессию с удовольствием читаем ваши комментарии и будем рады узнать какие еще профессии вам интересны когда мы узнаем новое мозг становится больше кто-то супер таксист а какой-то неумеха вот различается его мозг знаете я специально про таксистов сказал потому что такие исследования были сделаны для лондонских таксистов но лондонские потому что там таксистом становится через пять лет каждый год экзамен и все вот так и вот оказалось что да чем умели более умелыми становятся таксисты тем больше разрастается гиппокампальная область но видите тут же какая связь если ты такси не водишь что гиппокамп будет такой как и был то есть это некоторая наработка как мышцы это не означает что он родился с большим гиппокампом и значит поэтому он будет таксистом нет это вот как раз вот хорошо было доказано такие предположения были мозг как бы начинает лепиться вот и лепится в зависимости от того чем человек занимается а что-то может разрастаться вообще в мозгу нервные клетки не делятся как мы знаем вот сколько генерных клеток было при за при при формировании мозга еще водурове матери вот дальше только становится меньше клеток просто если структура нагружена какой-то функции она более интенсивно работает нервные клетки требуют больше кислорода больше питательных веществ туда начинают подрастать сосуды разрастаются нервные связи и все это приводит разбуханию этого этого места не по количеству нейронов ну так вот можно думать что например люди заняты каким-то специальным трудом чудо у них где-то в мозгах что-то разрастается интересно было интеллектуальные особенно способности ну вот шахмат это интеллектуальная игра можно интеллектуально вот взяли гроссмейстеров и взяли тех кто умеет играть шахматы но довольно таки низком уровне вот сравнили как выглядят мозги но как это делается делается карта мозга просвечиваются все эти структуры если мы говорим о магниторезонансной демографии карта обычных шахматистов и супер шахматистов дальше одну вычитает из другой если все одинаково то все это вся эта карта превращается в ноль ну вычитаем одинаковые цифры получается но если где-то в каких-то местах что-то будет не одинаково то эти места засветятся и такие места нашлись одна такая вертинообразная извилина внизу височной области но другие еще 2 3 4 местах различие есть но в какую сторону у гроссмейстеров в этих местах нервная ткань меньше чем у обычных шахматистов все наоборот меньше мозга лучше играешь ну конечно вы знаете эти физиологи как и я можем придумать 100 гипотез на любую комбинацию факторов так и здесь мы же видим что эти шахматисты умеют лучше играть значит почему тогда уменьшает а очень просто эти области специализируются то есть лишние нейроны которые только там путаются уже убираются оптимизируется энергетические траты этих нервных клеток поскольку это их становится работой шахматистов становится их работой и вот это уже такая высокоинтеллектуальная игра это не издана на такси и следовательно здесь нужно очень очень точно подшлифовать состав нервных клеток соответствующих каких-то областях как мозг специализируется в отношении той или иной функции при высочайшем ее развитии это это все разное в разных разных функций в разных состав мозг понятно что если вы если тренировать какую-то группу движений то соответствующие места на коре которые управляют этими мышцами ну да наверное скорее всего они будут разрастаться даже разные части мозга отвечают за разные функции есть точная локализация для входов и выходов мозга для входов и значит все органы чувств имеет точную локализацию если мы будем стимулировать соответствующие нервы электрическим током зрительный нерв то точно очень такие мощные ответы будут именно в зрительной области и точно также имеет точную локализацию выходы у нас только один выход мышцы и сейчас это известно в таком микроскопическом виде есть зона которая управляет пальцами руки и предплечьем пальцами ноги ну и так далее и так далее всем известно хорошо добавим просто что есть центр например речи и мужчина расположен почему-то слева а у женщин есть еще задатки справа а вот что касается других функций разные всякие были предположения но в прошлом например способности к арифметике можете пощупать у себя на затылке если есть такая шишечка значит это вот человек с повышенной одаренностью к арифметическим занятиям но сейчас становится все более ясно что вот такие высшие психические функции вообще психические функции вообще психический мир не имеет точной локализации в мозгу если говорить о вообще функциях мозга то их надо разделить на две большие части одной частью функций мозга занимается большая наука которая называется физиология нейрофизиология это наука ум о матчасти мозга из чего состоит какие там элементы как они объединяются друг другом как там нарождаются нервные импульсы куда они их посылают какой формы это не эти нервные импульсы но мозгу есть еще нечто кроме нервных импульсов наш психический мир наши образы наши ощущения чувства высшие чувства в конце концов все мышление это все мозг но это нечто что выше этих нервных импульсов они конечно в этом участвуют но выше и вот этой всей механикой такой психической механика занимается другая наука психология вот я всю жизнь занимаюсь психофизиологии это что-то посередине между физиологией и псих психологии как на основе нервных импульсов и всей этой матчасти материальной механики мозга рождается психический мир но чем дальше вот я лично этим занимаюсь тем мне становится все более ясно что мы не приближаемся к ответу на этот вопрос удаляемся много деталей выясняется и они становятся труднообъяснимыми можно ли прочесть мысли человека мы уже говорили о том что локализация функции в мозгу есть очень точная но только в отношении органов чувств и двигательных двигательной активности поэтому конечно мы можем посмотреть посмотреть что если в какой-то двигательной области какие-то нервные клетки начали начали работать мы смотрим а что это за нервные клетки они относятся к пальцам наверно он пальцами шевелит но мы даже не знаем как он пошевелит потому что вот эта комбинация активности не можем расшифровать а что собственно этими пальцами делать но какие-то такие грубые явления психического мира, может быть, им можно было бы отследить. Намерение. Это уже не конкретная мысль, а что-то такое перед мыслью, такое что-то неясное, но человек, допустим, хочет сжать руку, кисть в кулак. И тогда можно попробовать посмотреть, а есть ли вот отклик в мозгу на это намерение. Вот это наша, в том числе, задача нашей лаборатории. Одеваем много датчиков метод электроэнсифолографии и отголоски электрической жизни мозга мы видим вот в россыпях этой электроэнсифолограммы, много-много каналов. И вот мы говорим человеку, вот поработай пальцами, смотрим дальше, анализируем, есть ли какой-то уровень. Есть. В определенной области, да еще, как правило, с другой стороны. Если я что-то делаю правой рукой, то слева в мозгу видны эти изменения. Но это я делаю реально мышцами, шевелю их. А если я просто буду воображать, ничего не делаю рукой, просто воображаю. Оказывается, в этой же области тоже происходят изменения. И вот это на намерение мы, оказывается, можем подхватить. Но если, допустим, мы говорим человеку, думай про апельсин, а теперь думай про автомобиль. Вот это ни одна лаборатория мира не может распознать. Устойчиво. Когда мы говорим о детектировании, всегда есть какие-то шансы. Правильно, неправильно. Так вот, если вот апельсин или мандарин, такие шансы 50 на 50. То есть вообще случайным образом. Если мы говорим про правую, я задумал правую руку или левую, тут шансы повышаются до 90%. Мы уже говорили, можно эту карту составить для апельсина, а потом для автомобиля. Сделаем разность, и в каких-то местах есть несоответствие. То есть чем-то будет отличаться эта карта. Через, допустим, 5 минут опять думай. Опять будет различаться, но в других местах. Потому что это сложные функции. Я думаю про апельсин. Он же и кислый, и сладкий, и оранжевый. И сколько раз я буду его вспоминать, этот апельсин, он все время в разных красках будет появляться у меня в голове. Если по-разному представлен даже вот в этих МРТ-картах, то это уже похоже на мандарин, а это уже вообще похоже на автомобиль. Это только об одних, только образах. А что же говорить о связи между образами, о мыслях? Зачем ученые пытаются читать мысли? В 11-м году, то есть больше чем 10 лет назад, мы уже имели в нашей лаборатории систему, которая позволяет человеку сидеть перед экраном компьютера, ничего не делать, ничего не говорить, но тем не менее набирать текст мысленными усилиями. Это делалось для людей, парализованных после инсульта, поскольку они не могут ничего. И вот для них это сейчас система нейрочат. 500 комплексов наших сейчас работает больница. Мы сейчас разбирали с вами, что мы можем детектировать намерение человека сжать руку. Это тоже можно использовать для пациентов, потому что если парализована рука, то можно работать воображением этой руки. Человек воображает и активирует ту зону мозга, которая должна перестроиться. Там какие-то нервные клетки перестали работать из-за инсульта, но много других клеток, которые могут подхватить эту функцию. Но их кто-то должен организовать. Вот этот образ воображения, он начинает организовывать эти клетки заново, еще движения нет, но уже начинаются мелкие движения. И так можно восстанавливать. Друзья, мы запустили новый проект «Почти коллеги», где приглашаем на интервью пары людей из смежных профессий. Недавно вышел уже третий выпуск. В нем свою работу обсуждают шахматист и игрок в покер. Что важнее, удача или расчет? Можно ли жульничать в шахматах? Почему покер не стал спортом? Сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть это видео. Спасибо, что смотрите нас здесь, и будем рады вашей подписке на новом канале. Нервные клетки когда-нибудь отдыхают? Практически каждый момент все 100% клеток поддерживают свою работу. Но это не означает, что клетка каждую секунду выдает по 100 импульсов. Нет, она может целую минуту молчать, но потом что-то заработает. И вот так любая клетка, которую не возьмешь, если туда подвести электродик, вы видите, что время от времени она обязательно работает, а то не непрерывно работает. Все 100% клеток. Мозг так построен, клетки настолько дорогие, они очень много съедают энергии, что лишний рот содержать там никто не будет. То есть как только клетка замирает на какое-то более-менее длительное время, то в клетках есть специальный ген, который выключает ее не просто из работы, а из жизни, запускается процесс отмирания этой клетки. Апоптос. И так у нас в день отмирает примерно 10-15 тысяч бездельных клеток. Ну, я не знаю, по какой причине отмирают, но это факт. 10-15 тысяч, вот в сутки прожили, 10 тысяч клеток нет. Но это на самом деле ничего страшного, потому что это регулярное такое отмирание, видимо, вот такие вот клеты, которые выпали из активности. Если уж мы посчитаем на 100 лет, допустим, там 10 тысяч каждый день на 100 лет, я считал, это 500 миллионов клеток. 500 миллионов, много. Но у нас-то их 86 миллиарда, то есть это всего лишь полмиллиарда за 100 лет. Ну, ничего, да, можно прожить и на полмиллиарда меньше. Более того, вы знаете, если вот при тяжелых операциях долго идет наркоз, то, конечно, какие-то клетки замолкают и долго не работают. И вот здесь вот везде есть такой анестезиолог, который компетентный и держит этот наркоз на минимальном уровне. Но если чуть-чуть провалиться глубже, то ген может посчитать, что клетка не нужна, раз она долго не работает. Поэтому вот действительно даже вот в таких ситуациях клетки могут дополнительно погибать. Прошел бы наркоз, они бы заработали, но вот уже все поздно. Как предотвратить деменцию? Я хочу сказать, что вот очень трудно найти болезнь нервных клеток. Нервные клетки какие-то страшно живучие. Если возникают патологические проблемы, дело не нервных, не нервных клеток. Либо там с сосудами какие-то проблемы, склеротические изменения. Вы спрашиваете, допустим, Альцгеймер. Это болезни, связанные не только с сосудами, но с тем, что почему-то неправильно синтезируются белки вокруг этих клеток. Накапливаются такие белки, которые буквально в смысле не дают им дышать. Опять это не проблема нервных клеток. Пересилить эти заболевания каким-то особым тренировками памяти или каких-то других умений не удастся. Это системное заболевание, имеющее совершенно другие причины. Не такие, как если бы мы что-то ленимся, ничего не делаем, смотрим только мыльные оперы, и тогда нам наступит уже синельная деменция скоро. Но мы говорим о нарушении когнитивных функций, это же не только память. Они, конечно, становятся заметными у людей с возрастом, у людей, которые особенно ими не пользуются. Если нет тренировки, то даже если нет этих системных заболеваний, функция будет угасать. Как начинают слабеть мышцы, если они не тренируются. Функция будет угасать. А многие люди, уходя на пенсию, в пожилом возрасте, может быть, подвижность теряют, они действительно в меньшем объеме используют свои умственные умения. И это вот и есть основная причина угасания когнитивных функций. Нетренируемость. Вот в этих случаях всех нужно поддерживать на высоком уровне свой когнитивный статус. Ну, вы работали на работе каким-то большим ученым, теперь вы уже ученым не работаете, ну, как-то перейдите на другой уровень, но такой же интенсивности интеллектуального труда. Либо занимайтесь, продолжайте заниматься своими теориями, сколько хотите. Важно, чтобы не уменьшалась сила этого когнитивного труда. Такая тонкость, бьедливость, все это должно продолжаться. Тогда вот эта часть будет на том же уровне, что и в 35 лет. А как сделать так, чтобы клетки не отмирали, чтобы они все работали интенсивно и так далее? Лучше учиться и учиться, учиться. Это максимальное задействование ресурсов мозга. Потому что когда работаешь, ты используешь уже имеющиеся навыки, там можно уже так особенно не заботиться. А вот учиться и учиться, это важно. Второй язык, там еще что-то. Почему у одних память лучше, а у других хуже? Наверное, по той же причине, что у одних общие способности лучше, у других хуже. Но к этому добавляется еще, насколько систематически человек познавал этот мир. потому что многое воспоминается просто потому, что она находится в системе. Например, какие-нибудь школьные теоремы, которые нужно было доказывать, тригонометрические теоремы. Если вы это чувствуете в системе, как это происходит, то вам не нужно помнить доказательства. Достаточно начертить эту фигуру, и все начинает всплывать. А если оно не погружено в систему, тогда да, надо просто помнить. И вот тут уже вступает в силу чисто память. И память механическая. Ну, в первом случае это тоже память, потому что она встроена в систему, легче достать. Мы же с вами говорили, что есть механизмы запоминания, а есть механизмы воспроизведения. Вот в основном мы проигрываем на механизм воспроизведения, не можем вспомнить. Оно там лежит. И чем системнее наше знание построено, наша память устроена, тем легче доступ. Потому что разными путями можно добраться до этого места. Почему нам сложно долго концентрироваться? Высшие когнитивные функции, и память, и оперативная память, в первую очередь, и способность фокусирования внимания, они эксплуатируются все меньше и меньше. Но именно потому, что с детства нам сейчас начинают предлагать готовые решения, нам предоставляют возможность менять сюжеты. Переключайте телевизор на одну, на другую, на третью, на десятую программу. Соблазн. А вот что там, а что здесь, что здесь. И такое скольжение по поверхности. Такой интеллектуальный лёд. И вот по этому льду скользишь, и вроде бы получаешь много информации, но не глубокой. Вот к этому привыкают. Это легче, чем углубляться, потому что чем глубже какое-то явление, тем труднее надо соображать, что-то ещё почитать, у кого-то что-то спросить как-то. А здесь вот перескакиваешь от одного к другому. И человек не ощущает, что он обедняется. Его интеллектуальная сила теряет силу. Но вы не чувствуете, что вы глубины-то не знаете. Потому что редко вам попадётся какой-то такой зануда, который начинает расстраиваться. Стоп, 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 стоп. Подожди, а как же это вот устроено? Кругом вот такие же люди, да. И они знают, а ты вот слышал такую новость, я слышал вот такую новость. На этом этапе всё. И то же самое в передаче информации. Смотрите, у нас упрощается передача информации. Можно, так сказать, личиками передавать, что да, я, привет, там, значит, я рад от тебя, а я не рад. А у меня всё равно. А вот у меня личико со слезами. Что-то мне не так. Всё. Из богатства человеческого языка выхолощиваются какие-то отдельные эпизоды, отдельные сигналы, и мы возвращаемся к зверям. Потому что звери живут без языка, сигналами обмениваются. И есть пути выхода из этого положения для каждого человека. Но ему трудно потратить усилия, чтобы выйти. Медитации полезны? Человек волевым образом должен себя заставить. Не буду вовлекаться дальше. А у нас же так устроено всё. И особенно современный мир нас подгоняет, что вовлекаемся дальше, дальше. Вот ситуация неблагоприятная. Мы начинаем там с ней спорить, бороться. А это ещё усиливает всякие разветвления, которые ещё ухудшают всё это дело. Вместо того, чтобы сядь, поразмыслить, немножко посмотреть, есть ли выходы. Может быть, ситуация вообще не такая, как нам кажется. Она может быть вообще, так сказать, благоприятная. Может быть, человек при этом и будет себя обманывать. Но если это идёт на пользу, и если не угрожает жизни, допустим, пожар, я буду считать, нет, нет, никакой не пожар, солнце так сияет. Это неправильно, конечно, да. Такое же не нужно извращать. Но мы всегда трактуем ситуации. Ситуация как таковая, она нам не дана прямо. Она всегда дана в стартовках. Значит, она у вас в голове. Раз она в голове, в голове же с ней разбирайтесь для начала. Вот это всё такие тренировки ума. Мы можем не называть их медитациями, каким-то аутотренингом и так далее. Это просто тренировки ума, которые каждый человек может делать. Собственно, термин медитация так с греческой переводится как размышление. Не более того. Поэтому да, если отвечать на вопрос «Помогают и медитация?» То бишь размышление, деконструкция этой ситуации, потом сборка её заново, конечно, помогает. Но не каждый человек это умеет делать. Есть ли у креоники будущее? Есть такие вопросы, которые нужно попробовать. Какая проблема? Ну вот дайте мне, хотя не надо экспериментировать с человеком, отрезать голову, потом оживлять. Хорошо, мышка. Где? Где это оживление мышки после замораживания? Пусть это будет целая мышка. Оживите мне её. Теория говорит о том, что мозг начинает разрушаться, разрушаться, не останавливаться, а разрушаться где-то через 5 минут после остановки кровообращения. Эта наука нужна. Например, яйцеклетки прекрасно замораживаются, размораживаются. Но это не информационно-аналитическое устройство из 86 миллиардов нервных клеток. Яйцеклетка – это одна клетка. И там придумано много технологий для того, чтобы она сохранялась очень долго. Но здесь же совокупность клеток и большая информационно-аналитическая машина. Там вышло из строя 10, 20, 30 тысяч клеток, и там они уже не сойдутся друг с дружкой, как после инсульта. И что это будет за человек? Поэтому тут нет теоретических оснований. Надеяться, что что-то там будет хорошее. Мне кажется, это чисто такой бизнесовый момент. Он может быть и не вредный, потому что родственники надеются, что они сделали хорошее дело, что придут времена, и когда-нибудь их родственника оживят. Самое важное знание о нашем мозге. Если мы закрываем глаза, мир не рассыпается на куски. Он живет каким-то цельным образом. Я подозреваю, что мозг человека был создан уже природой, отшлифован до такой степени, что он может создавать ментальные модели физического мира. То есть динамические модели, как новая виртуальная среда. То есть у нас в голове живет виртуальная среда вот этого внешнего мира. И она очень-очень похожа на внешний мир. И вот получается, что мы живем вроде бы в физическом мире, но пользуемся как картой, ментальной моделью этого мира. Реконструированный мир. Реконструированный у каждого человека для себя. И реконструированный таким образом, чтобы ему было в нем комфортно жить. Насколько это возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин